Год был трудным. Четыре случая взрыва бытового газа, рост числа пожаров в жилых секторах, обилие заторов на трассах из-за снегопадов. В Нижегородской области подвели итоги работы по ликвидации ЧАЭС. Особо выделили взрыв газа в жилых домах на Мещерском бульваре и в Автозаводском районе, в селе Маргуша Дальноконстантиновского района и на заводе имени Свердлова. На заседании также было отмечено аномальное жаркое лето. В связи с этим были проведены поучительные уроки для детей в лагерях и образовательных учреждениях. Полтора месяца тушили пожар в Мордовии. Было задействовано 2000 человек и 400 единиц техники. На тушение пожара ушло 270 миллионов рублей. На сентябрьскую засуху потратили 150 миллионов рублей. Всего за год произошло 124 природных пожара и 5300 случаев техногенного характера. Весь год профессионалам помогало 38 добровольных пожарных команд. Ими было осуществлено 362 выезда. На будущий год планируется создание шести подразделений по добровольной пожарной команде. Мы в прошлом году по указанию губернатора, наверное, единственное в России закупили 60 новых автомобилей для противопожарной службы. В этом году эта практика будет продолжена. Еще чуть больше также мы получим. Все это будет направлено на то, чтобы на обеспечение безопасности наших людей. Каждый период года характеризуется своими событиями. Но, безусловно, летний период становится самый важный, потому что даже аномальный десятый год по сравнению с 2021 годом был гораздо сложнее. И мы говорим о том, что в этот период, наверное, всеми усилиями мы с этой задачей справились, не допустили того, о чем могли бы вспоминать опять как в том далеком 2010 году. Субтитры создавал DimaTorzok